Добрый день, дорогие друзья! С вами снова компания Grand Rus. Мы с вами продолжаем цикл передач о варках различных сортов и стилей пива. Сегодня у нас варка очень интересного стиля Indian PLL. Достаточно уже в наше время популярный сорт. Данный сорт относится, если смотреть периодическую таблицу пивных стилей, относится к группе PLL. Но в отличие от самого PLL, здесь повышенное содержание засыпи хмеля. Как хмеля и на начале кипячения на варку, так и добавлением сухого охмеления. Какие солода мы с вами сегодня будем добавлять для варки данного стиля пива? Как основа это у нас солод PLL. Мы с вами возьмем где-то в районе 80% его. Для цветности мы с вами возьмем карамельный сотый в районе 11%. И где-то от 0,5% до 1% возьмем с вами шоколадный. В общем, цветность у нас с вами финальная должна получиться где-то в районе 15% EBC. Вообще Indian PLL по характеристикам своим, по цветности должен входить, если смотреть по таблице, от 8 до 15 цветовых единиц. Так что мы с вами будем в стиле, все будем соблюдать. Вот к чему я вас призываю. На охмеление что мы с вами возьмем? Значит, на первую задачу хмеля мы с вами возьмем хмель Centennial американский, альфа 10.0. На вторую порцию и последнюю порцию я вам предлагаю тоже хмель Columbus американский, тоже достаточно интересный. Альфа у него в районе 12. Ну а на сухое охмеление предлагаю замечательный хмель Comet американский, тоже с хорошим ароматом. Хочу сказать, что для Indian PLL стиля сухое охмеление обязательно. Вот, поэтому, пожалуйста, про него не забывайте. Как его сделать в домашних условиях, я вам позже расскажу. Итак, мы с вами сейчас рассмотрим конкретно нашу засыпь для варки Indian PLL. Как я вам сказал, вначале у нас с вами основной солод это PLL, цвет на всего в районе от 5 до 6 ABC. Возьмем с вами 88%. Карамельный сотый мы с вами возьмем цвет 11%. Ну и шоколадный, чуть подтемнем до оранжевого цвета, ну 0,5-1%. Я написал 1, дальше вы просто посмотрите уже, как у вас будет. Ну, в принципе, сильно не затемняйте. Ну, до 1% допускается. Теперь по режиму затирания. Так как у нас с вами основа Indian PLL солод, то мы с вами можем сразу затирать на 60 градусов наш солод, пропускать белковую паузу. Сразу можно начинать с 66 градусов греть и 60 минут выдерживаем. В принципе, на этой паузе у вас осахарное должно быть уже нормально. Вдруг по каким-то причинам осахарное все-таки будет проходить слабое или не до конца, тогда моя рекомендация доводите до 72 градусов. Вы держите 20 минут, смотрите йодную пробу. Если все окей, подогреваем до 78 градусов на 1 минуту и у нас процесс фильтрации пошел. А теперь мы с вами непосредственно начнем процесс затирания. Вот такой у нас получился красивый цвет для затирания. Вот, можете понаблюдать. Вот, ну, это карамельный сотый. То есть сейчас непосредственно переходим уже к режиму затирания. КОНЕЦ КОНЕЦ Итак, мы с вами сейчас немножко поговорим о... Задача хмеля на данный сорт, на стиль пива Indian PLL. Еще раз вам напоминаю, что по таблицам пивных стилей Indian PLL по охмелению должен быть в значениях IBU от 40 до 60. Мы на данный сорт будем делать с вами 40 IBU, то есть на самой нижней пограничной зоне. И я вам советую тоже с этого начать, чтобы понимать, ваши потребители смогут ли с такой горечью пить ваш новый стиль пива, если вы варите его впервые. Вот, значит, что мы с вами делаем. Кипячение у нас с вами 60 минут. В принципе, достаточно для кипячения данного стиля. Первую порцию предлагаю ввести хмель Centennial. Альфа у него в районе 10,1. Приблизительно в начале кипячения бросайте. У вас будет где-то 20 IBU. Не пишу пока сколько, потому что у всех пиоваров разные кастрюли и так далее. Можно найти по формам расчета IBU. В приложениях их много, что на App Store, что на Яндекс Маркетинг. Другие приложения. Все это можно найти, калькулятор горечи. Вторая порция с вами через 30 минут после начала кипячения. Тоже задаете Columbus, альфа 12,0. Тоже где-то в районе 20 IBU у вас будет. Ну и на последнюю порцию сделать с вами американский мель Комет, ароматный. Альфа 10,1. Ну, на мой объем это будет где-то в районе 35 грамм. А так где-то будет у вас в районе 5 IBU. То есть у нас с вами уже будет здесь 20, здесь 20, здесь уже 42, 43, где-то так. И также после основного брожения не забывайте провести важный момент, как сухое охмеление. В 1,0.0 это очень важно, чтобы у вас был не только горьковатый вкус, но и хороший аромат. А хороший аромат у вас достигнет за счет сухого охмеления. Сухое охмеление будем с вами класть в тот же хмель Комет ароматный, альфа 10,1. Я рекомендую где-то в районе 50 грамм на 20 литров. В течение 2-3 дней после этого сухого охмеления можно уже ставить пиво на доброженное и разливать по бутылкам. Итак, у нас процесс затирания с вами закончился практически. Сейчас смотрим йодную пробу. Если все хорошо, подогреваем на 78-ю паузу и на фильтрацию. Капаем раствором калий йод. Окраска у нас не изменилась, не потемнелась. Значит, все хорошо. Значит, смело можем ставить на дальнейшее подогревание. Йодная проба у нас пошла, стали на 78-ю паузу подогреваем. Так, у нас вот с вами, дорогие зрители, после кипячения получился вот такой цвет сусла. Начальная плотность перед брожением у нас с вами будет 16%, достаточно высокая. Также проведем с вами сухое охмеление, это в конце основного брожения. Где-то в районе 50 грамм хмеля комета на 20 литров сусла. Вот, и разольем по бутылкам и будем с вами ждать где-то, я думаю, в районе 4-х недель, когда пиво уже будет готово к потреблению. Вот, всем спасибо за внимание. Еще раз напоминаю, заходите на наш сайт mal.ru. Задавайте ваши вопросы на почту info.sobakanengroosh.com Либо пишите нам в режиме реального времени по будням с 9 до 6, то есть до 18.00 в живо-чат. Мы вам будем оперативно отвечать на ваши вопросы. Также подписывайтесь в группу ВКонтакте, Инстаграм и Фейсбук на группу Грейн Рус. Смотрите наши новые ролики по варкам на Ютубе. А так, спасибо за внимание, хорошего вам дня. Субтитры сделал DimaTorzok